Фильм озвучен Телекомен Я не увижу знаменитой федры в старинном многоярусном театре с прокопченной высокой мильереей при свете оплывающих свечей. Я не увижу знаменитой федры. Иногда кажется, что эти стихи Осипа Емельевича Мандельштама написаны в подобном месте, в старинном театре или рядом с ним. По крайней мере, именно это вспоминалось. И именно эти строки приходят всегда на память здесь в останки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рассказы о памятниках, о усадьбах, о дворцах принято начинать обычно со слова «уникальный». И вот в наше время, в эпохе всеобщей девальвации слов, мы не задаемся обычно вопросом, а что же в этом уникального? Что в этом уникальном? И что это уникальное? Поэтому наш рассказ хотелось бы посвятить, во-первых, и в главных именно этому. Во-первых, и в главных Останкино. Это не просто усадьба, это театр-дворец. Граф Николай Петрович Шереметьев в конце XVIII века задумал построить в ближайших тогда окрестностях Москвы своего рода пантеон искусств, увеселительный дворец. Мечта эта искушала многие умы эпохи. Мечта о пантеоне искусств. Мечта о том, чтобы под одной кровлей объединить все виды искусства. И самое главное в тогдашнюю эпоху – театр. Мечта эта искушала Петра I с кусткамерой и другими затеями. Дидроида Ламбера с их энциклопедией. А вот реализована она была эпохой только здесь, только в Останкино. Предыстория достаточно сложна. Поначалу этот дворец искусств, или, как говорил граф Шереметьев, большой красивый дом, он намеревался строить в центре Москвы, на Никольской улице. Затея эта не удалась. Потому что даже у столь обеспеченного, как мы бы теперь сказали, человека не хватило на это средств. Но замысел этот перекочевал в Останкино. И так в центре театр. И для театра, ради театра происходит все осмысление усадьев. А известно это место, как начиналось оно, как и многие подмосковные, с середины XVI века, в качестве такого хозяйственного поместья. Единственный след XVI века – это пруд перед дворцом. Переходило из рук в руки. И только после шведско-польской интервенции, в начале XVII века, перешло надолго в руки рода князей черкасских. И именно при них был сделан первый шаг к художественному осмыслению усадьбы. Был построен великолепный храм живоначальной Троицы в последние трети XVII века. Он как бы стал первым таким вот шагом, первым гвоздем всего ансамбля. От него отталкивались все другие архитекторы. В 1743 году Варвара Алексеевна Черкасская выходит замуж за Петра Борисовича Шереметьева, сына знаменитого сподвижника Петра, фельдмаршала Бориса Шереметьева. Два богатейших рода России объединились. И среди прочего приданного Шереметьев получил Артанкина. Место это уже тогда привлекало московскую публику. Во всяком случае известно, что здесь не раз бывала Елизавета Петровна. Но все-таки, как хорошо знают москвичи, да и не только они, любовью Петра Борисовича Шереметьева пользовалась Кускова. Именно там была осуществлена его идея, его задумка, его миф. А вот Николай Петрович Шереметьев, ставший наследником огромного состояния, решил свою идею, свой миф, свой театр выстроить в Астанкине. У Шереметьевых не было недостатка в сценах. Сцены в Кускове, сцены в Москве, в Петербурге. Но вот те новые театральные идеи, те новые идеи, которые вообще исповедовала эпоха, они требовали нового пространства. Именно поэтому нужно было Астанкину. А в конце концов Астанкину очень любила мать Николая Петровича Шереметьева. Она привлекала и ее, и сына тихой прелестью своей. Сказать короче, в 1792 году в Астанкине застучали топоры, завизжали пилы. Как пишут исторические романисты, началась струйка, началось строительство театра дворца. И тут сразу хотелось бы заметить еще одну черту уникальности Астанкина. Как и, впрочем, всей русской усадебной культуры. Мы забываем за датами, за фамилиями, забываем, что усадьба – это всегда миф. Мифологично сама идея жить, что ли, на лоне природы, пользоваться благами природы, естества, не отказываясь от благ культуры и цивилизации. Такая вот ромензонада во всем этом есть. Мифологема, сказка. И строительство Астанкина, как и любую другую усадьбу, а может быть, более чем всякую усадьбу, было окружено тайной, было мифологично в своем роде. Струйку окружали большие заборы, были караулы, были разобраны мосты, подъездные пути, вершился шпионаж и контршпионаж, ловили лазутчиков, вплоть до того, что те мастера пришлые, которые работали в Астанкине, например, замечательный мебельщик Споль, француз по национальности, много сделавший для русского прикладного искусства, есть специальное предписание Николая Петровича Шереметьева управляющим о том, чтобы его проводили только в те залы, в которых он работает, дабы в других он ничего не видел и не мог передавать и наушничать. И сделано все это было только для одного, для того, чтобы усадьбы, дворец предстали в качестве родившихся в одночасье, по мановению, по волшебству, то есть миф, восходящий как бы к Петровскому деянию, к Петровской работе, рождению Петербурга среди топи болот. И забегая немного вперед, скажу, что этот самый главный миф был преподнесен с особым эффектом для самого главного гостя, когда летом 1797 года в почти отстроенный дворец приезжает Павел I, как вспоминают очевидцы по дороге от Крестовской заставы к Останкину, они проезжают лесом, рощей, он уже почти заканчивается, и тут разом падают заранее подпиленные деревья, падают, распахиваются как занавес, и открывается картина, открывается вот эта театральная сцена, именно так был организован весь ансамбль. Дворец строился долго и мучительно, строился в дереве, ну, во-первых, потому что это замечательный акустический материал, а во-вторых, и может быть, в главных, потому что это вот тот материал, который позволяет переделывать, усовершенствовать. История строительства необыкновенно сложна. Постоянные переделки, перестройки, переиначивания, огромное количество писем, отписок, приказов. В некоторых из залов мы встречаемся с такими ситуациями, когда буквально месяц отделяют одно принципиально новое решение от другого принципиально нового. И удивительная еще одна черта этой мифологемы, то, как воспринимали современники Останкина. Для того, чтобы это себе представить, конечно, нужно не только вообразить сцену подъезда, но и войти в интерьеры, посмотреть на необыкновенные останкинские интерьеры. Николай Петрович Шереметьев в своих многочисленных письмах не раз упоминает о том, что строит дворец в новом вкусе. Понятно, что речь идет не о стиле классицизма, который давно победил по всей Европе, речь идет о какой-то новой самобытной его версии. Конечно же, ее можно назвать театрализованной. А если воспользоваться такой вот аналогией нарышкинской барокко, мы говорим, можно сказать, шереметьевский классицизм, когда на общепринятую, общеевропейскую схему, регулярную, симметричную, в интерьер накладывается очень яркий цвет. Малиновый, откровенно голубой, очень опасное сочетание синего и красного, что не характерно для искусства того времени. Огромное количество позолота, что тоже можно воспринимать как, ну, отнюдь не норма. Огромное количество светильников, коллекция светильных приборов. Музей одна из лучших в России, одна из самых интересных в Европе. Более 700. Музей одна из лучших в России, Зеркала. То есть это создавало необыкновенный образ. И тогда становится понятно, почему все очевидцы, люди разных национальностей, разного социального положения, не сговаривая друг с другом, от дворянина средней руки до польского короля, сравнивали эти праздники в восстаньке с одним и тем же. Они говорили, тысяча одна ночь. Тысяча одна ночь или праздники великих моголов. Понятно, что архитектор Иван Егорович Старов, замечательный зодчий русского классицизма, и Веченца Бренна именно эту цель преследовали. Им помогали множество крепостных архитекторов и множество мастеров прикладного искусства, паркетчики, позолотчики русские, иностранцы, вольные и крепостные. И объединял их, думается, воля заказчиков. Подлинным автором, конечно же, был Шереметин. Именно он досконально входил во все тонкости, именно он распоряжался каждой маломальски значимой деталью. И, наконец, еще об одной уникальной черте Останкинского ансамбля хотелось бы сказать. Мы, люди конца XX века, потеряли вкус к подлиннику. К подлинным словам, к подлинным чувствам. Но если оставить эти метафизические рассуждения, есть еще и вкус к подлиннику в искусстве, в культуре. Мы не видим разницы между иллюстрацией роскошной изданной книги и подлинной живописью, между живым звуком, который звучит в Останкине, и звукозаписью. И под Останкинский театр – это памятник подлинного XVIII века. Вплоть до дверной ручки, до половицы, до шпингалета. И это величайшая река. Именно здесь мы можем ощутить подлинное дыхание позапрошлого столетия. Праздники в Останкине, их было очень немного. Не более четырех-пяти. Такая вот уж причудливая судьба у дворца. Во-первых, в 1795 году были приглашены герои русско-турецкой войны, взятия Измаила. Они присутствовали на спектакле. И это представление, о котором остались многочисленные отзывы, убедило в то же время Николая Петровича Шереметьева в том, что здание несовершенно. Нужно увеличивать фойе, нужно совершенствовать театр. Многое еще не доделано. И снова началась работа. В 1997 году в Москву приезжает Павел I на коронационные торжества и посещает Останкино. С этим, как я уже говорил, был связан другой праздник. Чуть погодя, чуть спустя прием в честь Станислава Августа Памятовского, тогдашнего польского короля, наконец еще один праздник в 1801 году. Вот, собственно, и все. То есть то, что делалось, как думал Николай Петрович, на века для славы России, пережило очень краткий расцвет. Очень яркий, но очень краткий. И во время этих праздников гости, как мы уже говорили, готовились авторами замысла издалека. С той стороны пруда они воспринимали ансамбль как сцену, чувствовали себя актерами на парадном дворе, и, конечно же, ощущали вот этот необыкновенный, феерический, театрализованный замысел в интерьерах. Ну и, конечно же, кульминацией был спектакль. Номенитая Шереметьевская труппа выгодно отличалась от многочисленных тогда крепостных трупп своим высочайшим профессионализмом. Система обучения театральной школы была необыкновенно высока. Это дало свои результаты. Хотелось бы обратить внимание на то, что в их репертуаре было около сотни произведений. Другой раз говорю, что не все игралось. Еще одна принципиально важная, как мне кажется, черта. Все игралось на русском. Все переводилось с французского, итальянского, и в этом тоже был свой просветительский замысел. И, конечно же, зрителей, как они сами писали, поражали и игра актеров, и замечательное оборудование сцены, снабженной в те времена двумя машинными отделениями, одно из которых фрагментарно сохранилось, что тоже удивительно. Великолепный костюм, превосходные декорации, к сожалению, погибшие в 19-м столетии. И, естественно, огромную роль играла музыка, звучавшая и в залах в фойе, звучавшая в театре. Шереметьевым принадлежал один из первых полных крепостных оркестров в России, в котором были свои замечательные музыканты и даже композитор, например, Вороблевский. Праздником 1801 года заканчивается этот краткий расцвет. В 1803 году Николай Петрович Шереметьев вынужден был окончательно распустить труппу, а в конце 1800-х годов, ненадолго пережив свою жену, Прасковью Ивановну Ковалеву Жемчугову, он тоже умирает, и жизнь замирает в Останкине. Мы можем об этом сожалеть, но в этом есть, как ни странно, как всегда в истории, есть и свой положительный момент. Именно то, что почти весь 19-й век усадьба спала крепким литургическим сном, именно это и обусловило великолепную сохранность памятника. Останкины становятся все более популярным местом для гуляния, а к началу 20-го столетия уже и местом дачным, как мы теперь бы сказали. И обратите внимание на то, что сама идея пантеона искусства очень близка к тому, что мы называем музеем, к романтической идее музеума. И отсюда вот та относительная легкость, с которой подобные памятники становились музеями после 1917 года. Москвичи старые наверняка помнят прежнее название музея. Останкинский дворец, музей творчества крепостных. Появившиеся в конце 30-х годов ряд ученых, русских историков, искусствоведов, прекрасно понимая, что происходит со страной и с ее культурой, разрабатывали концепцию творчества крепостных. Подчас сознательно, чрезвычайно часто сознательно подтасовывая факты. Я думаю, что неблагодарные потомки не должны судить строго этих людей, потому что именно такими усилиями были спасены памятники, были спасены вещи, были спасены люди, в конце концов. Но лишнее состояние музея Останкина, к сожалению, оставляет желать много лучшего. В 89-м году он был закрыт на исследовательские работы и реставрационные, и сегодня мы можем показывать только малую часть. Все остальное находится, как принято говорить, в аварийном состоянии. Беда в том, что с конца 19-го столетия дворец не ремонтировался. То есть все работы и реставрационные, и ремонтные носили косметический характер. И под этим великолепием скрывается больной костяк, больной скелет. Отсюда и те задачи, которые стоят перед музейными работниками и реставраторами. К сожалению, памятники болеют так же, как и люди, и лечить их можно по-разному. Можно, скажем, пудрить тяжело больного, можно попытаться ликвидировать причину заболевания. И вот тут мы сталкиваемся с тяжелейшими проблемами. Дело в том, что музею предлежит только 11 гектаров парка, регулярную его часть. Весь остальной парк разделен между многочисленными пудриками. И попытаться устранить причину заболевания дворца на этих 11 гектарах, но это все равно, что построить социализм в одной отдельно взятой стране. Я же не говорю о такой вещи, как историческая справедливость. Неужели Москва недостойна того, чтобы видеть отреставрированную не только регулярную часть парка, но и весь замечательный парк Останкино, который в те времена занимал огромные площади. Сейчас идут активные исследовательские и реставрационные работы и во дворце, и в парке. Нам очень бы хотелось, и мы обращаемся с просьбами правительства Москвы о том, чтобы территория Останкинская была объединена, чтобы этот замечательный памятник архитектуры и садово-паркового искусства предстал перед зрителями в единстве. Нам очень хочется, чтобы москвичи и все жители нашей страны просто не забывали Останкино, поэтому та малая часть, которая может быть представлена зрителям, она открыта каждое лето, поэтому идут концерты старинной камерной музыки. Из таких вот открытий, что ли, для нас, по крайней мере, наших зрителей, открытий последних лет, это, конечно же, повесенный концерт Александра Евгеньевича Майкопара, удивительно тонко чувствующего интонацию пространства. Ведь подлинное пространство всегда предъявляет высочайшие требования к художнику, к музыканту, к исполнителю. КОНЕЦ КОНЕЦ Наконец, еще один чрезвычайно деликатный и в то же время характерный момент, от которого стоном стонет вся нынешняя Россия, это взаимоотношение музея с церковью. Дело в том, что в начале 91-го года по доброй воле музей предложил русской православной церкви использовать храм живоначальной Троицы и как памятник, и как храм, как Дом Божий. К сожалению, этот замысел не состоялся, и теперь это только храм. Только храм, ну, понятно, нам не указ ни католический Запад, не протестантская Европа, где великолепные памятники служат и верующим, и неверующим. Ну, мне кажется, что давайте хотя бы обратимся к примеру Турции, где гордятся православными памятниками. Давайте обратимся к примеру православной Греции, где единоберная церковь передает замечательные памятники в музеи, под музеи, радея об их сохранности, радея об их славе, понимая, что это памятники, которые выше национальных, конфессиональных различий, когда уже нет эллины и нет иудеи, как сказано в Писании. Поэтому нам очень странно и очень трудно видеть, простите, кампанию по отрезанию двух гектаров от территории музея для создания здесь подворья монастыря Оптина Пустынь. А закончить наш сегодняшний рассказ мне хотелось бы тем же, чем и начинал. Мы не увидим знаменитой Федры. Мы не увидим знаменитой Федры, если будем пребывать по-прежнему в ленности, если будем пребывать в равнодушии. Это касается не только музейщиков, это касается не только московского правительства, это касается всех нас. В конце концов, если переиначивать известную максимуму о том, что каждый народ имеет то правительство, которого достоин, то каждый народ имеет те памятники, которых достоин. И если на наших с вами глазах рухнет один из последних подлинных памятников русского 18 века, виноваты в этом будем уже только мы. ПЕСНЯ Часов сна ПЕСНЯ ПЕСНЯ